Вроде не такой большой объем и работа несложная, а попотеть мастерам пришлось порядка четырех часов. Но в итоге эти, казалось бы, неприметные вещи могут значительно упростить жизнь инвалидов. Сегодня нам поставили оборудование по программе «Доступная среда». И сейчас на территории нашего учреждения, внутри учреждения, будет установлено все необходимое оборудование для того, чтобы обеспечить удобство для маломобильных граждан, которые к нам обращаются. С помощью этого оборудования мы сможем создать более доступные условия оказания наших услуг. Добровольным испытателем новых поручней выступила Надежда Васильевна Трубовец. При ходьбе она использует трость, а ступеньки для нее серьезное препятствие. Это очень удобно. Удобно подниматься, удобно подержаться, все. И спокойно идешь. Также на многих ступеньках была сделана тактильная лента для людей с плохим зрением. Хорошо видящий человек на них и внимания не обратит, а для инвалидов важное подспорье. Прямо перед входом появилась резиновая дорожка. Во время уборки снега ее можно убирать. Сделали поручни и у запасного выхода. Посетители здесь не ходят. Он будет использоваться только в случае эвакуации. Впоследствии планируется расширить ступеньки и установить пандус для колясочников. Внутри помещения установили специальные держатели для костылей и множество табличек. Их особенность в том, что на каждой есть надписи шрифтом Брайля. И все они желтого цвета. Опять же, для слепых и плохо видящих людей. Она будет висеть на заборе. То есть человек, подходящий к нашему учреждению, он сможет уже получить полную информацию о номиновании учреждения, о графике работы. И, соответственно, если у него есть проблемы со зрением, он сможет также эту всю информацию прочитать с помощью специального обозначения, сделанного по Брайлю. В этот день в рамках государственной программы «Доступная среда» более 40 единиц оборудования было дополнительно установлено в Центре Вера. Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.